виталий приветствую тебя традиционный эфир для торговой сессии вторника формат прежний обсуждаем рынки с разных сторон говорим о самых интересных возможностях с учетом содержания экономического календаря событий которые могут быть на повестке текущей торговой сессии но больше даже исходя из ожиданий каких-либо значимых лиза в последующие дни это неделя крайне перегружены можно сказать на фундаментальные релизы буквально сегодня нас ожидает относительно спокойная торговая сессия но если делать отсылку именно на содержание экономического календаря но завтрашнего дня уже скучать не будем данные по рынку труда отчет айсэм объективная статистика по активности производства секторе сша заседание федрезерва потом четверг заседания банк англии пятницу но он формы все это будет еще и размыты китайскими данными по производственной активности сфере услуг тоже по моему мы их ждем сейчас у меня прям экономический календарь сегодня тоже были опубликованы похожие данные по промышленной активности сфере услуг но это не совсем та оценка которую я жду сейчас секундочку буквально так даже до от пятницу будет индекса кайксин пм а по активности сфере услуг вот это релиз который точно будет достойно нашего внимания ну что виталий принципе какие ожидания по поводу доллара что думаешь по рыночным настроением целом имеет ли смысл сейчас делать отсылку на какие-то фундаментальные отчеты когда все заряжено именно ожиданием эскалации конфликта на ближнем востоке то есть то что периодически подбрасывает вверх и доллары золото как защитные инструменты и ухудшение новостного фона может в любой момент отправить те же самые рисковые инструменты на новый локальный минимум ты вообще каких тенденций в целом по настроениям придерживайся сейчас и считаешь ли что ближний восток арабо-изайский конфликт вот останется одним из каких доминантов в определении этих рыночных настроений так вот буквально в двух словах ну как скажем так доллар умрет да что я могу сказать по поводу перспектив таких среднесрочных как видим пока вот этот конфликт который у нас на ближнем востоке он как бы идет но реакциях на рынке на рынках она нулевая то есть ну берем там доллар условно и нефть да нефть на тех же значениях вот если взять когда это началось там чуть более несколько недель назад ну принципе даже ниже по ценам да но я как-то вижу что возможно это будет как-то разгораться более сильно то нефть я вижу среднесрочно где-то там в районе 100 там плюс там плюс минус зависимости какая если light то 100 если бренд то чуть выше возможно там 110 но это чуть позже будет после возможной такой более глубокой коррекции по нефти если она будет вот когда произойдет там плюс минус там есть 15 долларов вниз там я бы среднесрочно закупался то есть возможно вот этот конфликт он не просто так это там нам кажется что он просто возник потому что это и так далее то есть это все идет такой битва геополитики да за за влияние как бы не все так просто не просто это все возникает на сложный момент и нам как трейдерам приходится адаптироваться и учитывать есть водные которые совершенно никак не зависят от нас совершенно никак не зависит каких-то внутренних фундаментальных составляющих на которые и в принципе нужно делать ставку нормальных условиях и нормальных сейчас геополитика это да переменная которую нужно учитывать поэтому как бы заранее можно подвести все потому что друзья как бы вы не были уверены в конкретном поведении рынка то что развитие событий пойдет именно так не списывать и со счетов геополитику то что она может при определенном развитии событий в любой момент развернуть вообще все финансовые инструменты отправить совершенно другие уровни это еще один еще одна подводка к необходимости контроля рисков потому что если вы будете соблюдать риски риск-менеджмент ставить стоп-лоссы вы в принципе себя ограничить от каких-то чрезмерных ненужных потерь которые могут случиться периодически случается на депозитах каждого трейдера так ну что виталий давай тогда с меня начнем по основным идеям пробежимся на которые хочется сделать акцент индекс доллара так секундочку индекс доллара текущей котировки 106.09 торги вялые хотелось бы увидеть движение поактивнее но видимо рынку нужен триггер какой-то дополнительный эти триггеры будут как я уже отметил заседание федрезерва и данные по на фарм перелоса в пятницу поэтому я оставляю как бы свой прогноз свои ожидания по доллару что этот инструмент может выйти на новый локальный максимум потому что я не то чтобы наивно полагаю что фрс повысит процентную ставку мне кажется что он даже может и не повысить процентную ставку но будет придерживаться жесткой риторики постоянно дело дело акцент на то что если инфляция снова начнет выходить из-под контроля дополнительное ужесточение возможно или например фрс может отделаться формировка что ставки на отметке 5 5 процентов останутся не просто долго например на протяжении большей части всего следующего года это тоже можно будет воспринимать как проявление жесткой монетарной политики что может оказаться скорее поддержку даже доллару чем спровоцировать какую-то нисходящую динамику геополитика которую мы с тобой обозначили это условия которые обычно повышает спрос на защитные инструменты здесь правда нужно еще понятие все-таки какой инструмент в плане защиты будет пользоваться большим спросом рынок драгоценных металлов либо то же самое кэш в доллар но какая-то доля скажем выгоды для американской валюты безусловно будет все-таки в умах каждого трейдера доллар ассоциируется прежде всего с инструментами такого защитного толка и как ни крути во всех периодах роста геополитической экономической неопределенности доллар пользовался поддержкой и спроса так факторы которые тоже нужно учитывать торгующая с американской валютой и частности этим инструментом сильный макроэкономический фон а статистику которая тянется с прошлых недель ни одного слабого отчета очень надеюсь то что тенденция этих сильных отчетов и релизов продолжится на этой неделе когда мы уже будем разбирать данные по нанфарм перлс я верю в сильный крепкий рынок труда и надеюсь то что он сохранит вот этот жесткий подход федеризировок этой политики которая проводится и качестве ориентиров думаю что скорее индекс доллара снова попробует протестить локальный максимум на отметке 106 80 106 90 и уже отметку 107 пунктов этот сценарий мне кажется более реалистичным вероятным чем например уход ниже отметки 105 50 и соответственно более низким ценовым уровнем так что касается рисковых инструментов здесь я пока что сторонник коротких позиций думаю что он евро следом за американским долларом тоже может перейти к развитию нисходящей динамики пока что так же как и ситуация с индексом доллара мы видим коридор в диапазоне там буквально 150 пунктов 1 05 1 06 50 и заседание европейского центрального банка с прошлой недели мы помним ставки остались на прежних уровнях сегодня кстати выйдут данные по ввп и индексу потребительских цен еврозоны фактически уже совсем скоро в 10 00 по джинити сразу же в это же время мы ждем инфляцию отчеты по группе по инфляции сто процентов значения будут указывать на снижение ценного давления прогнозом 31 процент 4 и 3 и при снижении инфляции конечно же в цб будет еще меньше оснований для повышения процентной ставки я не верю в текущих условиях в роста евро думаю что доллар будет точно привлекательнее евро даже если просто сравнивать состояние экономики европейской и американской рынок нефти 86 можно сказать 87 долларов за баррель я был почти уверен то что пятницу когда на рынок пришли новости о фактическом начале наземных операций в секторе газа хотя официально власти израиля так не подтвердили но войска все-таки ввели рынок нефти должен был отреагировать соответствующим ростом потому что это все для рынка нефти разговора потенциальных перебоях с поставками потому что начало военной операции раньше как сви отмечали это по сути знак равного вступления в этот конфликт еще и рано но пока что фон вроде как сдержан более менее многие страны пытаются все же поспособствовать тому чтобы все ушло в какие-то конструктивные переговоры между представителями амаза собственно и израиля но есть то что есть этот фон я думаю что еще какое-то время будет берлить бурлить и я даже допускаю что может быть и ухудшение новостного фона поэтому в отношении рынка нефти совершенно не удивлюсь если например это неделю мы закроем выше 90 долларов за бар это может быть легко объяснить и в текущих условиях я бы даже не стал рассматривать короткие позиции не вижу после этого каких-либо оснований поэтому ланги в приоритете и соответственно ожидание движения в район 95 и потенциально даже 100 долларов за бар на мой взгляд в текущих условиях откуда бы нефть не купить это все равно будет заведомо очень перспективная сделка на долгосрок и пару слов буквально про золото текущей котировки 1995 но мы видим как золото активно реагирует на вот этот новостной фон связанный со ближним востоком в целом когда конфликт начался на этом графике прямо видно это были ну это скажем так первые числа октября конец сентября даже когда открылась гэпом это было секундочку девятого октября это как раз после седьмого числа да да это вот с открытия недели как раз когда все ужаснули что вообще мире может возникнуть еще один конфликт тем более таких масштаб и соответственно с тех пор золото растет 2000 мы уже протестировали я думаю что это еще не предел потому что потенциальное решение географии участников этого конфликта может снова стать причиной повышенного перетока капиталов такого ускоренного защитных активов и я помню буквально вчера видел прогноз на блумберг что если конфликта не удастся погасить там ближайшие две недели то в конечном счете счете золото можно целиться на 2200 2300 долларов за тройскому ну я с этим абсолютно согласен потому что даже роста за последний месяц на 200 долларов он доказывает то что нельзя недооценивать эти панические настроения на рынке которые всегда заставляют трейдеров нести деньги в золото и пока что до лонха даже несмотря на тестирование сопротивления 2000 долларов за тройскому потенциал для движения есть видали слова тебе и так всех приветствую еще раз так дело демонстрацию экрана скажешь видно или нет видно уже так ну давайте поговорим по таким инструментом как индекс доллара евро фунт нефть в принципе ну и рынок криптовалют давайте по поводу ставок да то есть принципе ставки они не поднимут в среду да почему потому что как я уже прошлый раз говорил и у нас хоть и рынок труда очень сильный очень сильный и все показатели практически по сша выходят очень хорошие да ну там относительно большинство и но проблема с госдолгами облигации там которые десятилетки торгуются возле 5 процентов они еще давят сильно на скажем я думаю давят сильно на правительство и на фрс поэтому возможно они сделают паузу но как ты отметил если будут какие-то сигналы по поводу что там дальше будет да вот это очень важно да перспективы но как я не помню когда он джексон холли или когда павел сказал я не знаю что дальше будет не нет он не так сказал сказал как-то я не знаю что происходит ли каком-то формате поэтому вот такие моменты пока вот технически что я вижу как я уже неоднократно весь октябрь занимаюсь шартами по индексу доллара да то есть я ранее говорил что у нас ключевой уровень это сто шесть и пять с копейками пока мы ниже него я еще рассматриваю шарты по данному инструменту то есть у нас был хороший тренд несколько месяцев практически квартал наверх на мы его сломили вот у нас видно что произошел ртс данного тренда и поэтому я не исключаю что у нас может начаться такая более глубокая коррекция по данному инструменту она в принципе в октябре произошла небольшая но я рассчитываю на более сильную альтернативный сценарий если вся конструкция моя шарта будет ломаться мы можем лимиточку выставить за вот этот максимум который у нас был в пятницу ну получается вот этот максимум там сто шесть сейчас так хай это получается хай сто шесть семьдесят пять да пока я с текущих советую шартить 100 по ставить за вот этот максимум но если будет альтернативный сценарий вы можете себе лимиточку там на пробой выставить это бай получается бай стоп да на случай если это все коррекциям это может быть и мы можем хорошенько там на еще на одну две фигуры уйти наверх по индексу доллара а вообще даже как я вижу индекс доллара если мы даже вот пробьем вот это вот эту верхнюю границу вот этот будет рост по индексу доллара сколько там будет сто семь получится восемь сто девять сто десять плюс минус я думаю что все таки это будет там финальный аккорд даже если мы пройдем и все таки там будет это одна фигура две или три то есть по факту мы будем смотреть то есть я буду его покупать но потом буду искать среднесрочные точки входа на шорт по индексу доллара достаточно там далеко вниз это может быть там первая волна какая-то коррекция дальше еще коррекция но мы вот прям если так смотреть глобально если это был импульс от начале двадцать третьего года это сейчас такая коррекция мы ходим туда-сюда и дальше будет снова сильное движение вниз такой сценарий но это наперед забегая понятно что сценарии могут меняться будем искать точки входа и нельзя просто так сказать вот шортим среднесрочно индекс доллара растет растет и там на полгода будет рост если обязательно то есть стоп стоп лоссы риски и смотрим аналитику что этом думаю по рынку по евро доллару в принципе зеркальный и зеркальное видение я в прошлый раз говорил что я по евро вот здесь покупал мы в прошлый вторник с тобой торговали здесь на максимумах я не повезло я вышел то есть советовал выходить своим подписчикам с покупок и на коррекциях мы начали уже покупать четко видно еще прошлый раз говорил что у нас здесь возник такой вот его чуть лучше видно по евро нежели по другим инструментом по индексу доллара там другая картина по фунту чуть-чуть тоже другая а вот именно евро видно что евро чуть сильнее доллара и у нас такой возник восходящий коррекционный тренд и возможно у него будет более сильное развитие нежели там 107 то есть это первые цели которые я вижу по евро доллару то есть я кстати на своим последнем обзоре на выходных записывал здесь советовал покупать и четверг тоже вот на этом уровне то есть такая точка бифуркации как говорят да и пока евро аналогично я вижу наверх и обязательно кто там покупает евро обязательно риски за эти минимумы потому что если мы это будем проваливать то там улетим хорошенько вниз по евро фунт доллар зеркально то есть в прошлый раз я говорил что у нас вот эта зона поддержки по фунту я тоже вот здесь покупал на прошлой неделе фунт он показал рост но дальше не пошел выше как евро я ожидал перехай вот этого максимума мы еще сделали локальные минимумы но удержали вот эту зону один двадцать двадцать восемьдесят девяносто вот эта зона поддержки то есть мы минимумы вот этого импульса мы не обновили поэтому фунт я бы тоже советовал покупать с целью на обновление вот этих локальных максимумов которые у нас образовались в октябре то есть прошлой неделе и там поза поза прошлой неделе и с риском обязательно стоп лоссы за вчерашний минимум или там за минимум прошлой недели вот эта там разница 20 30 пунктов это что касается вот этих трех трех инструментов австралийский новозеландский доллар аналогичная ситуация там канадский кстати и франк они как-то по-своему ходят я даже их трогать не буду иена аналогично то есть по иене там было какое-то заседание да ночью по банку японии что-то я даже не вникал потому что ничего не изменили все как бы было да да вот как кстати вот заметил вот ставки по по цб там сша европа англия канада австралия там ставки облачные а по японии не изменились я кстати вот это читал книгу сейчас по поводу экономики экономика японии как они развивались и почему то есть у них там за счет от этих дешевых денег они сделали так что депозиты для населения очень низкие чтобы они там несли как-то и это все инвестировалось тупо в экономику там предприятие может быть убыточное но оно должно там работать прям какой-то ссср да то есть то есть как бы в таком формате и то есть он такой нестандартный подход я почему я понимаю почему некоторые страны так развивается там условно сша печатает куча денег там низкие проценты то есть заливает экономику но если посмотреть с с реальной экономической теории как работает там условно там экономика предприятия то оно как-то нестандартно да то есть тупо деньги печатают низкие кредиты перспективно ли это или нет вот видим тот же китай как он до чего докатились слушай но мы не знаем как япония поступила бы если бы у них инфляция была такой же как и другие страны если бы она была 4 5 6 7 8 10 процентов как мы видели а почему там инфляции нет почему в европе в европе есть в австралии есть повсюду есть а там нет да это как раз вопрос про модель именно экономической японии но я к тому что сейчас наверно не имеет смысла обсуждать как им удалось сохранить показатель инфляции на тех уровнях на которых он в принципе был еще до дашка вида но то что они стали бы использовать применять традиционные инструменты борьбы с инфляцией если бы она была высокая тоже поэтому ну совсем дифферамбы сейчас банк японии бы не пил из-за того что они до сих пор держит ставку ниже нуля я считаю вообще что это ошибка потому что доиграются что инфляция просто сама собой будет расти у них это уже другая проблема ну ладно не будем тогда копать хорошо да по нефти как я уже сказал нефть марки бренд вот здесь я еще на выходных говорил в обзоре что я за покупки но я потом вчера своими ребятами рассматривал другой немножко сценарий и здесь такая ситуация я не люблю такую такую штуку торговать когда она вверх-вниз ходит и я буду покупать нефть уже конкретно так красивенько когда мы будем где-то в районе если бренд 82 плюс минус вот в этой области то есть она для меня интересная будет если конечно мы сюда придем условно я не исключаю здесь возможно какой-то там сейчас треугольник мы нарисуем по нефти вот такой условно вот так как то да да мы сюда не дойдем нефть без меня улетит но я лично вот здесь бы подождал когда она снизится по каким причинам на будет снижение не буду вникать и там возможно будет усиление этого конфликта на ближнем востоке хотя там иран очень сильно сдерживается и и так далее вот если там что-то разгорится то наверное нефть улетит достаточно хорошо вверх а это потом еще инфляция будет в европа сша поэтому здесь будет интересненько поэтому нефти пока я ее не трогаю буду смотреть ближайшие дни если будут какие-то хорошие прям точки входа на шорт где-то буду искать с целью 82 а возможно нет уже буду там ждать там несколько недель месяц-два чтобы купить ее пониже и в принципе рынок криптовалюта мы в принципе прошлый раз затронули я сказал что биткоин он он свое отрос да он я его еще вижу перспективно на рост но лучше там присмотреться каким-то криптовалютам мелким более монетам у них есть перспективы они еще стояли на месте вот я кстати в своем последнем обзоре делал там разбор несколько монет и в принципе говорил вот ищите там где есть хорошее накопление они уже в принципе неплохо показали свою реакцию то есть уже там кто-то там 5 процентов кто-то 10 кто-то там 20 процентов поэтому но я бы искал такие перспективные монеты я возможно еще там дополнительно какой-то обзор на неделе сделаю там кто еще не успел там показать хороший рост ну и в принципе в принципе все у меня сегодня виталий спасибо тебе за рекомендации ну что ждем туда пресс ждем нонфармы посмотрим как неделя будет закрыта следим за геополитикой за этим новостным фондом сбережного востока встречи вторник с тобой все обсудим еще больше будет формат чтобы обсудить опять же после итогов фрс и снова посмотрим на перспективу доллара рисковых инструментов и криптовалютных активов тоже спасибо тебе большое что подключился обсудил со мной рынке подсказал дал рекомендации тебе хорошего закрытия недели и хороших выходных все удачи пока всем пока